Приветствую всех! Это видео посвящено компании IMLT на стадии ICO и с этого обзора мы постараемся ознакомиться с находящейся информацией на главной странице сайта для того, чтобы понять, что это за проект и вокруг какой идеи он построен. Итак, отмечу сразу, я использую встроенный переводчик, поэтому текст, который будет находиться перед вами, может быть немного видоизменен и не совсем стилистически, тематически корректен. Но мы постараемся прочитать его, разобрать и понять, что же это за компания и вокруг какой идеи востроена их ICO и для чего они собираются средства. Итак, что это? IMLT – это токен продуктов с предоплатой и право доступа к уже динамичной сети платформы CoinFirm IMLCTF. Как мы видим с главного логотипа, то здесь так и отмечу. IMLT – the token of compliance by CoinFirm. Продолжаем ознакомление. 2. Члены сети получают IMLT для предоставления рейтингов информации по конкретным адресам. Это топливо, которое делает систему демократичной, непроизвольной. IMLT создает безопасную демократичную... Так, 3. Тройку пропустил. Это позволяет обеспечить соблюдение прозрачных во всех ситуациях транзакций, помогая всей экосистеме быть более безопасной и связанной с глобальной экономикой. IMLT создает безопасную демократичную сеть, обеспечивающую прозрачность в мире криптовалютности, помогая ей жаловаться на ряд нормативных требований. Ага, то есть даже с функцией вот как бы жалобы, если так можно выразиться. Ну ладно, дальше. Цель IMLT заключается в создании открытого глобального стандарта и прозрачности крипто... криптотермоусловий и обеспечении безопасно-эффективного использования их в мейнстриме. То есть, ну вот, как-то так. То есть, как-то вот такое вот смысл заложено в этом. Хорошо, посмотрим презентационное видео вкратце. Две с половиной минуты, в принципе. По идее, здесь должно быть все иллюстрировано, как это, в общем, все происходит, как эта компания видит всю вот эту работу. Сделаю пока местах и зачитаю информацию, которая здесь справа. Это цитата одного из генерального директора коинфирмы и основателя СИО, выступая на основе соответствия IMLT. Итак, вот цитата. Мы считаем, что личная свобода и инновации должны сосуществовать с общими правилами более широкого общества на устойчивой основе. То есть, вкратце, в основе этой идеи лежит взгляд и отношение к более справедливому подходу, чем тот, который имеется сейчас. То есть, как я это понял. В принципе, благородная достаточно идея. Я поддерживаю все компании, которые преследуют благородные идеи. Потому что, как бы, достаточно много фирм нечестных, неправильных, неблагородных. И если компания ставит перед собой цель сделать что-то лучше, как-то сделать этот мир лучше, то благодаря таким компаниям есть надежда, что наше будущее не будет совсем печальным. Ну что ж, нажмем видео на паузу. Полностью вы сможете его сами посмотреть. Ссылку-то я оставлю в описании к этому видео. Сможете ознакомиться с информацией здесь и посмотреть видео. Давайте почитаем дальше, что еще есть интересного на сайте этой компании. Что такое мужчин? Ну, опять же, вот тут отвечу. Переводчик. Давайте глянем в оригинале, как это выглядело. Показать оригинал. Вот из CoinFirm. Понимаете, какая вот разница? CoinFirm. А переводчик нам показывает вот такое вот дело. Ну хорошо. Что такое CoinFirm? Это глобальное предприятие RegTech сосредоточилось на IML-CityFeed для блокчейн, призванного влиять на в отрасли блокчейн. Ага. И... Ну хорошо, примерно поняли. Под руководством лидеров и профессионалов в связи с IML соблюдение антимошенничества и блочной промышленности. Партнеры-клиенты варьируются от крупных игроков с криптовалютами, таких как Dash, RSK, до крупных финансовых учреждений, таких с AI. И... Ага. А вот, кстати, смотреть страницу. Пока мы сгрузимся. Полистаем дальше, посмотрим, что еще тут интересного есть. Кстати, отмечу, это только начало сайта. Прогрузилась. Оп, вот. Мы как раз видим эту самую компанию CoinFirm, которая лежит в основе этой идеи. Здесь это что? Most Popular Adres. Ага, наиболее популярный адрес. Так, так, так. Ага. Ну, страничка достаточно короткая. Опять же, здесь все на английском. Функции русского перевода нет. Ну, используя встроенный переводчик, в принципе, можно здесь и ознакомиться, и почитать с информацией, которая здесь есть. В принципе, да. Но вернемся к MLT. Ведь нам больше интересна эта компания. То есть, в принципе, содержащая информация, содержащаяся на этом сайте, нам более интересно. Потому что, как бы, мы должны решить и определиться, стоит ли покупать токены и участвовать в этой компании или нет. Почему будет? MLT является ключевым звеном блокчейн, помогая предприятиям обеспечить прозрачность и безопасность, защитить себя, своих клиентов и расти, разрешив... Ага, B3 у нас... Ну, вот что-то такое, а? Оценка. Здесь описана оценка. Хорошо. Не буду читать. Очень тяжело читать это все и разбирать. Пока месяц нет полноценного русскоязычного перевода. Кстати, он вскоре появится. Я, как бы, смотрел там информацию по этому проекту. И вот, в ближайшее время, один из переводчиков должен будет заняться русскоязычным вариантом этого сайта. То есть, переводом полноценным, нормальным переводом на русский язык. Потому что встроенный переводчик, как вы видели, да, вот показывают мэн, а там, на самом деле, синдромовое слово. То есть, там, ну, как показали исследования лидеры, нормативное соответствие, особенно противодействию и отмыванию денег АМЛ, противодействию терроризму CTF для блокчейн и виртуальных валют стало серьезным препятствием для их общего массового принятия. Ага. Вот, кстати, расшифрую момент. Да, все слышали, очень многие сейчас пытаются очернить систему блокчейн. И все с этим связано. Мотивируя это тем, что несознательные организации используют это в своих интересах, и вот, как бы, это вредит, как бы, дестабилизирует мировую ситуацию, АМЛ берется как раз этот момент, в принципе, вот, выделю, решить. То есть, да, прочитаю еще раз, как показали исследования лидеры, нормативное соответствие, особенно противодействие отмыванию денег АМЛ и противодействие терроризму. Ну, если есть CTF для блокчейн и виртуальных валют стало серьезным препятствием для их общего массового принятия. Ну, собственно, почему, да, их массово еще не принимают. Ну, это более глубокий вопрос. Ну, хорошо. АМЛ обеспечивает доступ к безопасной прозрачной экономике блочной цепи. И это защищает вас и ваших партнеров и клиентов от потенциальных рисков и допускает коммерческое принятие и рост. То есть, ну, вот, как бы, это уже наводит некоторую мысль. Продолжаем ознакомление с сайтом. Здесь мы видим команду. Вот всегда очень интересно ознакомиться с командой. Хорошая профессиональная команда. Это, как бы, уже залог, своего рода залог успеха. Когда мы видим большую профессиональную команду, мы можем быть более уверены в будущем этой компании. То есть, да, команда немаленькая, вполне достаточно нормальная команда. Читать о каждом не буду. Вижу большой список и опыта работы, и образования. Цитата. Это цитата управляющий директор Ситибанка. Ага. Коинфирм вышла с решением для удовлетворения потребностей АМЛ в блочной цепочке с преимуществами как для криптовалютных компаний, так и для финансовых учреждений, которые также помогают обеим экосистемам безопасно взаимодействовать. Ммм. То есть, директор Ситибанк. То есть, да, крупные игроки выступают на стороне этой компании, как бы, и освещают эту компанию. Это еще один достаточно большой показатель. Все. На этом главная страница сайта, в принципе, заканчивается. Сейчас вернусь наверх. Перейду к технической документации. Отмечу, что у нас осталось на 55 листах. Пока русскоязычного варианта нет. Но, используя Google Переводчик, вы можете любую интересующую вас информацию перевести, прочитать и ознакомиться. А также отмечу еще страницу в Facebook, где регулярно обновляется информация о этой компании. Вы можете следить за последними событиями, последними, как бы, изменениями по этой компании. И отмечу еще страницу в Twitter, где также регулярно обновляется информация по последним событиям. Вот видите, 27 минут назад было последнее сообщение. То есть, в принципе, в двух словах, так выглядит эта компания. Более-менее, надеюсь, вы основную идею поняли, да. Повторюсь, все ссылки оставлю в описании к видео. Ознакомливайтесь, изучайте, читайте, принимайте для себя правильное решение. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Продолжение следует...